МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот уже 15 лет существует Федерация спортивного рыболовства в Казахстане, которая собрала в своих рядах рыболовов со спортивной жилкой. Наша сборная на чемпионатах и Кубках мира по спортивному рыболовству показывает не самые худшие результаты. В мире существует две международные федерации по спортивному рыболовству. Одна находится в Южной Корее, занимается океанической и морской рыбалкой и охватывает в основном страны Азии, Австралии и Океании. Россия и другие северные страны тоже входят в ее состав. И вторая, ФИПСЭД, в основном занимается рыболовством в северном полушарии, что позволяет проводить соревнования зимой на льду и летом на открытых реках и морях-океанах. Словом, спортивное рыболовство распространено в мире очень широко и развивается довольно стремительно. ФИПСЭД ежегодно проводит соревнования по нескольким видам рыбной ловли. Зимний вид – один из самых сложных, сказываются не всегда идеальные погодные условия. Так прошедший в Латвии 14-й чемпионат мира по подледному лову рыбы встретил участников чисто весенней погодой. Лужи, подтаявший лед и дождь – как-никак конец февраля. Но во время соревнований погода менялась несколько раз. И под конец соревнований снегопад накрыл Латвию и стал чистым наказанием для участников чемпионата. В Латвию приехали спортсмены из 14 стран. Среди них – неоднократные призеры и команды, которые стали довольно недавно выступать на столь престижных соревнованиях. Кроме хозяйки соревнований Латвии, участие в чемпионате приняли команды из Эстонии, Литвы, США, Норвегии, Финляндии, Швеции, Украины, Белоруссии, России, Болгарии, Польши, Монголии и Казахстана. Добро пожаловать в Ригу. Рига в этом году принимает в гости 14-й чемпионат мира по подводной ловле. В третий раз. И надеемся, что сумеем соорганизовать хороший праздник для всех наших подлёдных рыболовов. В этом году, наверное, у нас немножко лучше ситуации, чем как в прошлом году Украина, которая принимала чемпионат. И погодные условия у нас достаточно хорошие, лёд хороший. Хотя, откровенно говоря, ещё неделю до официального оглашения места чемпионата мы ещё не были до конца уверены. Но сейчас погодные условия показывают, что всё будет в порядке. Надеюсь, что будет честное, хорошее соревнование между всеми странами. В этом году мы принимаем рекордное количество второй раз в истории чемпионатов. Это 14 команд. Раньше в Латвии тоже проводились чемпионаты мира. Именно Латвия взяла эстафету после того, как первый чемпионат мира был проведён в России в 2001 году. В следующий раз, в 2002, он также проводился в Риге. И в 2004 году третий чемпионат мира тоже проводился в Риге. Но сейчас с тех времён опыт и организаторов, и спортсменов, он только возрос. И мы надеемся, что на этом чемпионате тоже всё пройдёт очень хорошо, успешно. И самое главное, что погода не подкачала. Потому что в прошлом году, к сожалению, из-за изменения климата, даже в феврале на Украине, лёд в планируемом месте соревнований растаял. И организаторам пришлось искать альтернативный водоём, который находился достаточно далеко от места проживания. Но здесь всё нормально. Два дня тренировки показали, что лёд вполне достаточный. Поэтому удачи всем участникам. Обращаясь ко всем спортсменам, хочу всем пожелать звенящих лесок, хороших уловов и ни чешуйки, ни хвоста. И, конечно же, честной, но бескомпромиссной борьбы. И пусть победит сильнейший. Два тура чемпионата прошли 25 и 26 февраля 2017 года. Но за неделю до открытия соревнований начались неофициальные и официальные тренировки. Команды знакомились с водоёмом, однако зоны, предназначенные для соревнований, оставались нетронутыми до начала мероприятия. Понятно, что хозяева на своём водоёме всегда имеют преимущество перед гостями. Но всё же некоторые команды узнали его задолго до организации чемпионата и сделали карты глубин. Возможности у каждой команды разные. Кто-то может себе позволить выезжать в другие страны на тренировки и сборы, кто-то только на соревнования, а у кого-то и с тем, и с другим возникают сложности. И даже нет возможности выставить команду из-за отсутствия финансирования. Я вас здравимый, милый деваться, именуюсь Сергеем Мезенцевым. Или, говоря по-русски, я вас приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Мезенцев. Я представляю здесь Борную Чехию, Павловина Мармышков, в таком, скажем, урезанном составе. Приехало нас всего трое человек. Конечно, мы не уступаем, посмотрим, поучимся, как мы уже делали не раз. Причины нашего неприезда, к сожалению, достаточно банальны. Финансовые проблемы, потому что мы все на самообеспечении. А большинство нашей сборной творят молодые ребята, которые, естественно, заботятся о семье, ходят на работу. И поэтому очень трудно объяснить жене, что я поеду заниматься своим любимым занятием, вместо того, чтобы мы вместе со всей семьей поехали в Хорватию, к морю или кататься на лыжах зимой. Но, тем не менее, мы достаточно оптимистичны. Смотрим в будущее достаточно весело. Поучимся, посмотрим. Тем более, нам есть, что делать еще и летом. Такая база, как существует в России и в других странах, которые занимаются зимней мормышкой, конечно, в Чехии не существует. В Чехии существует непонятный закон, который запрещает ловить рыбу подо льдом. Хотя на частных рыбниках и за определенным исключением, чешский рыболовный союз разрешает этим заниматься. Что само по себе достаточно парадоксальное явление, но мы это не решаем. Мы все равно этим занимаемся, занимаемся на водоемах, на которых это не запрещено, и пытаемся что-то создать. Есть у нас несколько очень талантливых рыболовов, которые были участниками чемпионатов мира. Один из наших спортсменов вообще тренируется в Свердловской области, Вашик Шимунек, может, некоторые его знают. Ну, увидим, как дальше все будет. На чемпионат мы приехали в очередной раз с обновленным составом. И могу сказать, наверное, с гордостью, что в отличие от многих других команд, которые мы видим на протяжении многих лет, участвуя в чемпионатах мира, где составы практически неизменны, и есть некий костяк, который формируется годами, и годами откатывается, набирается опыта. Российские команды формируются по принципу отборов. И практически на каждый чемпионат мира у нас наполовину приезжает совершенно новая команда. Причем это могут быть как опытные игроки, так и, соответственно, молодежь, которая доказала свое право защищать цвета России на чемпионатах мира. В том числе обновляется и тренерский штаб. И таким образом я считаю, что у российской сборной наиболее большие перспективы, так как у нас постоянно происходит ротация и очень большая скамейка запасных. Ну вот нынешний состав, очередное тому подтверждение, он отбирался по жестким условиям, исходя из выступления спортсменов на Кубке России, на чемпионате России, плюс потом отборочные соревнования, которые проходили в очень жесточайших условиях, в аномальную морозную погоду, где даже несколько спортсменов получили травмы путем обморожения, потому что такая температура была впервые за 120 лет в Подмосковье. И, несмотря на это, это никого не остановило. Ребята приехали, все достойно выступили, ну и, соответственно, попали в основной состав сборной. Что хотелось бы сказать еще по чемпионату мира в Латвии, мы очень рады. Водоем достаточно интересен, достаточно сложен, основные наши соперники, конечно, скучать нам не дадут. И еще хотелось бы сказать, так как я был на нескольких чемпионатах мира последних, что и новые команды, которые, если несколько лет, допустим, не рассматривались даже как не то, что фавориты, просто как команды, которые представляют что-то из себя в ловле на мормышке, все меняется, все набираются опыта. Каждый чемпионат становится с каждым годом все более и более интересен, захватывающий. И, соответственно, уровень мастерства с каждым годом все выше и выше. Ну, хотелось бы в очередной раз подтвердить, что сборная России одна из лучших и по праву держит этот статус. Ну, а мы со своей стороны приложим все силы, чтобы в очередной раз доказать это и вернуться на родину с достойным выступлением. Наша команда, в принципе, как и везде, селектируется на основании очков из индивидуальных постижений во время этого года плюс предыдущий год. Но, к сожалению, конечно, приходит и вопрос финансовый. Все, которые селектированы на национальной команде, должны, конечно, быть готовы встретить и заплатить расходы соответствующие. Наша федерация оплачивает фипс и ципс износ, что тоже немало порядка 1400 евро. И остальные расходы каждый платит сам за себя. Но даже если такие расходы в рамках 500-600 евро, к нынешнему дню очень трудно, как сказать, человеку потратить по этому поводу. Эта команда, с которой мы приехали, так не из самых сильных наших рыболов. Если мне пришлось бы выбирать, то те люди, которые были в первых местах, совсем другие, кто мы здесь. Но эти ребята, с которыми я приехал, они как бы хотят развиваться, они моложе, они более такие любопытные, более интересные. Хотя, к сожалению, после первого дня у нас постижения не особо великие. Но я надеюсь, что эта молодежь все-таки наберется опытом и будет. В следующий раз будет намного лучше, если они не откажутся. Озеро Мазаес-Балтезерс, ставшее местом проведения чемпионата, имеет поверхность площадью 198,7 гектара. Его средняя глубина 4,6 метров, а самая глубокая точка 10,3 метра. Оно соединяется каналом с соседним озером Лейпайес-Балтезерс и является излюбленным туристическим местом Рижан, где можно порыбачить и приятно провести выходные дни с семьей и друзьями. К сроку проведения чемпионата лед у берега озера подтаял, и спортсменов по специально отмеченным дорожкам проводили к месту лова рыбы. Ну все, старт первого тура практически через несколько минут. Будем бороться с соперниками, с погодой. Ну, в общем, смотрите Туран-ТВ. Туран-ТВ Ну, все идет слом погоды. Рыба так же чувствует, как и любой человек, при этом болевые ощущения. Она может вообще перестать клевать. А может проклюнуться, допустим, платва. Платва любит такую вот погоду. Но другая рыба, нужно ее искать буквально в рот, заталкивая мормышку, тогда она клюнет. Сейчас начнется, посмотрим, что будет. Может быть, какие-то коррективы будут, капитаны внесут поведение спортсменов. В первом туре команда Казахстана заняла восьмое место в общекомандном зачете. Вошедшие в сборную спортсмены заняли в своих секторах следующие места. В секторе А Виталий Кицак занял десятое место. Вес его улова – один килограмм сто шестьдесят граммов. Азамат Еркибаев стал вторым в секторе Б и шестым в личном зачете в первом туре. Отличный результат, лучший среди своих товарищей по команде, плюс биг-фиш соревнований. Вес его улова составил два килограмма восемьсот граммов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алишер Баймуханов с уловом девятьсот пятнадцать граммов стал десятым в секторе С. Вячеслав Рыбалов занял седьмое место в секторе Д. Его улов – восемьсот граммов. А Марат Еникеев в секторе Е стал девятым. Он поймал триста восемьдесят пять граммов рыбы. Общий улов наших спортсменов в первом туре составил шесть килограммов шестьдесят граммов. Команда набрала тридцать восемь баллов. За нашими спортсменами расположились команды Финляндии, Норвегии, Монголии, Польши, Болгарии и Швеции. Первые три места в общекомандном зачете в первом туре заняли Литва третье место, Латвия второе и Украина первое. Украинская команда не раз становилась золотым призером чемпионата мира. И в Латвии сохранила за собой статус фаворита соревнований, доказав, что спортсмены этой страны довольно сильны. Улов украинской команды в первом туре – девять килограммов двести двадцать пять граммов. Лучший улов спортсмены из этой команды – два килограмма двести восемьдесят граммов. Латышские рыболовы-спортсмены поймали за тур восемь килограммов сто тридцать граммов рыбы, а литовские – семь килограммов шестьсот тридцать пять граммов. Накануне отъезда Федерация спортивного рыболовства была принята в школу высшего спортивного мастерства в городе Алматы, что сулит новым витком развития самой Федерации и рыболовного спорта у нас в стране. В ближайшем будущем будут открыты отделения спортивного рыболовства в спортшколах и ряды рыболов-спортсменов пополнятся мальчишками и девчонками. У нас школа высшего спортивного мастерства – это городская школа Алматы. Мы здесь открыли отделение спортивного рыболовства. Это вид спорта, рыбного вид спорта. Мы сейчас уже развиваем, у нас есть спортсмены, у нас есть тренер работы, Олег Боргуев Геннадьевич. Спортсменам хочу пожелать, нашим спортсменам, выезжающим на чемпионат мира, Владу, удачи в оба, достойных соперников, хорошей погоды. Ждем вас с поведой только. Любители этого, увлекательного вида спорта, болельщики будем смотреть по телевизору. И болеть за сборную Казахстана. Наша сборная отправляется в Латвию, в Ригу, на чемпионат мира по мормышке. Это уже седьмой выезд сборной Казахстана. Мы очень долго готовились, отобрали самых сильных спортсменов. Впервые в истории, благодаря государству, мы едем за счет государства. Нас приняли в высшую школу, поэтому нагрузка финансовая на спортсменов минимальная. И я думаю, что ничто не будет мешать им занять призовое место. Будем бороться. Конечно, команда очень сильная. Собрали всего 14 стран в этот раз, в связи с мировым кризисом. Но собираются все сильные, все бывшие призеры чемпионатов мира. Будем бороться, будем драться до последнего. Нурбол Садыков, он сейчас немножко рассказал о гордости спортсменов своих, которые принесли золотые медали и прославили Казахстан. Я ему говорю, Нурбол, здесь, я надеюсь, появятся наши фотографии, наших спортсменов, которые сегодня нас провожают. Мы сегодня провели первое совещание в этой школе. И прошло много лет, 16 лет прошло, и единственное, мы жалеем о том, что мы не прикрепили никакой школе. И вот в своем родном городе, Алматы, как раз нашли такую школу, которая титулованная. И я думаю, что они нас не пожалеют, что приняли свои ряды. Поэтому, Нурбол, большое спасибо. Мы сейчас проедем на рыбалку, имеется в виду на чемпионат мира в Ригу. Получили благословение, как это делали и 15 лет назад, и 14 лет назад. И надеемся, что не подведем. Начался последний день турнира. Наши спортсмены готовятся. И это вот, смотрите, сейчас посмотрим. Достаточно вкусные, очень хорошие. Мне кажется, на этот мотыль сегодня будет очень сильно клевать. Ребята разбирают, как пирожки. Я вам немножко сделаю. Ахалай, махалай, бахалай, бахалай, махалай, ахалай. В основном, чтобы лещи и окуни. Хорошо? Нет, лещи и плотва. Вот это покрупнее. Видите, как вот оно все. На это зачастую мелочь клюет. Поэтому нужно выбирать и те, кто въедет, и мешать. Работать вот активно. В спортсменах наши глаза горят. Они даже не обращают внимания на телеэкраны, на камеру. Работают. Пожелаем им удачи и успехов. Работайте, ребята. Заключительный день соревнования. С нами со мной Станислав Радышевский. Сделал прекрасную экскурсию перед соревнованием. А сейчас как раз в таком же состоянии, как и я, волнуется, потому что дал определенные указания своей сборной России. Немножко подсказал нашим казахстанцам. Я думаю, что его ценные указания помогут нам выйти в лидеры. Стас, где находимся? Расскажи. Почти уверен. К сожалению, вчерашний день для сборной Казахстана и сборной России нельзя назвать удачным. Хотя были и яркие выступления. Особенно для российской сборной такой провал, когда идет 1-2-4-й и дальше 9-й и 12-й. Это, в общем, не наш уровень при таком количестве команд. Сделали определенные выводы. Обменялись мнениями дружные коллективы сборной Казахстана и России. И мне почему-то кажется, что это поможет сегодня улучшить позиции. Во всяком случае, сборная Казахстана должна добраться сегодня по итогам. Как минимум до тройки. Но уж как по итогам всех соревнований, я, к сожалению, пока прогнозировать не возьмусь. Ну а про сборную России вообще держу крестик, что называется. Я тоже держу крестик. Два крестика. Но самое главное, что Биг Фиш у нас. И похоже останется до конца чемпионата. Если бы еще за нее давали награду или кубок какой-то, мы бы уже могли бы сейчас сворачиваться до того, наверное. Лучшая награда – это участие в съемках для телеканала любимого «Туран ТВ». «Туран ТВ». Да. И я думаю, что зрители наши отметят и Биг Фиш, как говорит Роман. Ну и вообще умение и знание и опыт казахстанских и российских спортсменов. Спасибо, Стас. Вперед Россия, вперед Казахстан. Ты скажи «Алга, Казахстан». Алга, Россия? Алга, Россия. Вперед Казахстан. Появление президента Федерации спортивного рыболовства Казахстана, Романа Батабекова, как всегда, оживило обстановку. Несмотря на подготовку ко второму туру, он успел пообщаться со многими спортсменами и представителями команд, пожелав всем удачи. Однако переживания за свою команду у президента брало верх. Как произошел вчерашний день и на что мы будем надеяться сегодняшний день? Ну, вчера тяжелый день был. Зоны очень трудные, все команды это отмечают. Шанс есть побороться за призовое место. Погода издевается, просто издевается. То дождик, то солнце, то снегопад. Сатур вчера, 7 раз менялась погода. Ну, что характерно, мы подметили, что во время снега клевала плотва и подлечек. Сейчас идет снег, надеемся, что повторится результат порыве. Давайте будем болеть за наших. Жимаем кулаки. Смотрите телеканал Туран ТВ и узнайте, кто будет сегодня победителем. Как раз она минутка тихонько подкрадывается к знаменитому ученикову. Вот он готовится, в своей яркой форме будет гроза. Гроза всех рыбаков. Как вы поступаете, спортсмены Казахстана? Добрый день. Погода, как видите, преподносит свои сюрпризы. Вчера 10 минут солнце, потом 10 минут снежный заряд, так что не видно соседа. Потом снова солнце, потом снова снег. Но сегодня погода все-таки немножко успокоилась. Но в снежную сторону, вы видите, идет тихий снежок. Не так холодно. Спортсмены готовы выступать, повторить и улучшить свои рекорды. Спортсмены Казахстана вчера выступили вполне удовлетворительно. Но есть еще резерв для совершенствования. Нет предела совершенствования. Поэтому пожелаем им успеха и хороших уловов. Я хотел сказать большое спасибо господину Чинякову, который вообще привел нас в большой спорт на чемпионаты мира. Много-много лет назад, по-моему, 10 лет назад мы познакомились и не жалеем об этом. Постепенно, постепенно результаты наши улучшаются. Я думаю, что благодаря советам Станислава, Раджишевского и господина Чинякова мы все равно подперемся, подойдем к золотому педесталу. С этого года Международная Федерация приняла новое решение о том, что все спортсмены команд, завоевавших первое место, они будут награждены дипломами. Причем вся делегация, 9 дипломов на команду, включая тренеров и руководителей. И также будут дипломами награждаться спортсмены, занявшие первые 5 мест в личном зачете. Но эта идея была подсказана российской стороной, и все ее с удовольствием приняли, потому что медаль должна быть не обезличенная, а именная. И этот диплом будет как сертификат, подтверждающий медаль и занятое место. Отличная идея, хорошо. Здорово. И самое главное, она прошла идея российской делегации, да? Да, да. Я узнаю нашего Чинякова, потому что все, что хорошее в рыболовном спорте, подается уст Чинякова и его команды. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за поддержку. А когда-нибудь введут Big Fish, что-то? Что, Big Fish? Да. Big Fish только на Карпе. Вот на Карповых, там есть официально, потому что это пришло, как бы, Карп из Англии, официальные правила пришли. Там этот Big Fish исторический был. Ну, здесь, в принципе, предложить можно на следующий президент. Второй тур стартовал и имел все шансы преподнести спортсменам сюрпризы. Так оно и случилось. Взвешивание улова второго тура и подведение итогов двух дней соревнований удивило и расстроило одних и обрадовало других. Алга-Казахстан! Турниры всех рангов по спортивному лову рыбы требуют выносливости и определенной психологической стойкости. Погода, способная преподносить сюрпризы, всякий раз испытывает рыболовов-спортсменов на прочность. Все это сказывается на результатах. Кто-то не справляется с нервами, кто-то сбивается с ритма, некомфортными условиями лова и прочим. Но есть и те, кому все ни по чем, и они удят рыбу с завидным постоянством на всех соревнованиях и при любой погоде. Ну вот сейчас в углу зоны С такая интересная ситуация. Всего два человека ловят, причем ловят и даже вполне себе симпатичную рыбку. Ну такую небольшую, но солидную по сравнению с уловами других. И сбежалось сюда ползоны, и все поддаются между собой. Самое интересное, что есть в рыболовном спорте. И только в мормышке. Давай, паец, отвергай. Ну посмотрим. У нас тут тоже все стоит. Латвичка полавливается, но нет больших серий. Понемножку вылавливают, потом кончаются. Все бегают пока. Ищут именно серийные лунки. Но чтобы много серийных, не заметно. Снег еще мешает, налипает на леске, удочки залипают. Ну а так ничего, рыбка ловится. Кто там? Молодца. Ну в целом так неплохо, но все очень плотно. Ловил рыбу, нормально поймал. Но пока непонятно, конечно. Тяжело судить. Не видно, зоны большие. Не, шла рыба хорошо, да? Подлечик, в облах? Поначалу нет, плотвичка. Плотвичка? А потом? А потом полюшка вот эта. А, это колючка? Ага. Подлечик есть? Подлечика нет. Окушок мелкий, ершик, колючка. Ну, в основном в облах маленький, грамм двадцать. Это во всей зоне так? Да. Вот, зверь. Даже самая маленькая рыбка на взвешивании могла стать решающей в подведении итогов. Так что рыбаки не гнушались и самой мелкой рыбешкой. Все шло в мешки. Вот и закончился очередной чемпионат мира по мормышке. Наша команда в первом туре выстрелила в серединке. Во втором туре, вроде по прогнозам, выступили лучше. Результаты очень плотные. Очень плотные. Рыба очень маленькая, в больших количествах. Бонусов очень мало. Поэтому окончательный вердикт вынесет только взвешивание. Мы очень старались. Все, что от нас требовалось, мы сделали. Увидим, что будет в результате. Ну что же, пришло время сюрпризов. Взвешивание улова второго тура 14-го чемпионата в Риге, как и предполагалось, удивило многих. Биг-фиш, пойманный в первом туре казахстанцем Азаматом Иркибаевым, остался непревзойденным. Общий вес улова нашей сборной 5 килограммов 195 граммов. Лучший вес пойманной рыбы у Вячеслава Рыбалова. Несмотря на то, что улов был скромнее, чем в первый день, в итоге важнее набранное количество баллов. А казахстанская сборная во втором туре набрала 32 балла против 38 в первом туре. Это значительное улучшение результата. В командном зачете во втором туре сборная Казахстана стала пятой. Результаты тура для спортсменов из Казахстана стали следующими. Сектор А. Виталий Кицак сохранил 10 место, вес улова 620 граммов. Сектор Б. Азамат Иркибаев, 4 место, 600 граммов пойманной рыбы. Сектор С. Пятое место занял Марат Яникеев, 1 килограмм 260 граммов рыбы. В секторе Д. Алишер Баймуханов, 1 килограмм 335 граммов и седьмое место. В секторе Е. Вячеслав Рыбалов стал шестым и поймал наибольшее количество рыбы среди своих товарищей по команде общим весом 1 килограмм 380 граммов. В турнирной таблице второго тура чемпионата национальные сборные заняли следующие места. Сместив Украину, Россия поднялась с четвертого на первое место, 14,5 баллов. Второе место Украина, также 14,5 баллов. Она в свою очередь потеснила Латвию, оказавшуюся на третьем месте с 18 баллами. Литва на четвертом месте и у этой команды 23,5 балла. Как было сказано выше, пятое место заняла казахстанская сборная, 32 балла. Далее Эстония, Беларусь, Польша, США, Финляндия, Норвегия, Монголия, Болгария и Швеция. Два дня чемпионата пролетели быстро. 14 стран, представленные национальными сборными, в честной борьбе определили сильнейших. В индивидуальном зачете третье место занял спортсмен из Латвии Варна Алдис. Вторым стал украинский рыболов-спортсмен Денис Новгородский. Первое место занял Дмитрий Елисеев. Азамат Яркибаев из Казахстана стал восьмым. Вячеслав Рыбалов – двадцать восьмым. Марат Яникеев показал тридцать второй результат. Сороковым стал Алишер Баймуханов. А Виталий Кицак стал сорок шестым. В командном зачете сборные заняли следующие места. Украина – первое место. Латвия – второе место. Россия – третье. Литва стала четвертой. Эстония – пятой. Беларусь – шестой. Казахстанская сборная заняла седьмое место с отрывом от ближайших соперников в один и семь баллов. За нашей командой остались США, Финляндия, Польша, Норвегия, Монголия, Болгария и Швеция. Три ведущих команды мира на сегодня зашли на пьедестал по счету. И по праву первое место досталось украинской команде. И это хорошо. Это дает необходимый стимул для России и Латвии подниматься все выше и выше. То, что касается сборной Казахстана, мне очень жаль. Я рассчитывал, что наша команда сможет подняться чуть повыше. Но, к сожалению, пока вот так. Мы сейчас только что с ребятами говорили. И у нас получилось именно, может, потому, что не было таких каких-то очень больших амбиций у кого-то. У нас настолько дружная команда, что за все... Ну, из 14 чемпионатов я был на 12. Кто был еще на 13, мы один год пропустили в Америке. Это самая дружная, самая душевная команда. Я не могу сказать, как влезть вовнутрь вашей команды. Но старт показывает, что ребята ловят, ребята развиваются, их надо бояться. Ну, в хорошем смысле слова. Здравствуйте, друзья. С вами мы встречались в 2015 году на чемпионате мира в Беларуси, где наша сборная тоже стала чемпионом мира. После этого мы ездили в Финляндию в 2016 году и были тоже первые. В 2016 году мы проводили чемпионат у себя, завоевали бронзу. Соревнования прошли в очень таких сложных условиях. Таял лед, поэтому и место соревнований было перенесено, и туры сокращены. Короче, экстремальный получился очень чемпионат. Сегодняшняя команда, она состоит из Костяка, который ездил тогда в Беларусь и выступал на чемпионате в Финляндии. И два новичка у нас, Сидорякин Влад и Музычка Игорь. Закончился чемпионат. Мы сегодня просто по-дому завидуем победителям. Борьба была очень честная, справедливая. И хотелось большое спасибо сказать организаторам Латвии. Большое спасибо. Но мы прогнозы были другие, честно говоря, да. Но, тем не менее, взвешение показало, кто чемпион. Лидеры все те же самые. Единственное, что жалею, что Казахстан. Четвертый раз он уже на моем счету седьмое место занимает. Я считаю, что седьмое место, четвертый раз – это Блэйджек. И нам светят золото на следующем чемпионате. По поводу проведения следующего чемпионата мира, я знаю, что подано две заявки – Казахстан и Болгария. Скажу так, я люблю Казахстан, я много раз там был. Я знаю очень хорошо людей, друзей из Казахстана. И, конечно, я знаю, что они проведут его на самом-самом высочайшем уровне. 15-й чемпионат мира по спортивному лову рыбы со льда на мормышку в 2018 году пройдет либо в Болгарии, либо в Казахстане. Обе страны подали заявки на право его проведения. Но есть основания думать, что выберут Казахстан, поскольку Болгария, не раз получив такое право, в последний момент по различным причинам отказывалась его проводить. Так что будем надеяться, что эта честь выпадет нам. И наша страна, как и в 2012 году, когда организовала 9-й чемпионат мира, не ударит в грязь лицом. Редактор субтитров А.Семкин